Особое мнение на 101FM Либо через Телеграм Канал Эхо Кирова Либо через Вайбер 8909-720-101-0 Пожалуйста, пишите Ну, тема у нас, собственно говоря Понятно, собственно, тема связанная О которой сейчас все говорят И которая одна из причин, почему я здесь оказался Потому что сейчас, конечно, люди стараются При любом проявлении болезни На всякий случай лишний раз не появляться В общественных местах Поэтому тот спикер, который должен был сегодня здесь на моем месте сидеть Но мы не скажем кто-то Там все хорошо на самом деле Слава богу, что все хорошо Но на всякий случай совершенно правильное поведение Человек, когда он чувствует себя В каком-то сомнительном состоянии Скажем так, на самом деле лучше в люди не выходить Мне тоже так кажется Поэтому сегодня я Хорошо, Николай сегодня выручает нас в особом мнении Мы с Николаем будем говорить, конечно же, про коронавирус Вы видели, конечно, цифры И слушатели наши, я думаю, знают Плюс 71 заболевший в России за воскресенье Сейчас более 400 случаев по стране В Кирове официально подтвержденных 7 случаев Первая заболевшая уже выписывается Да, уже отболела и выписывается Еще десятки человек сейчас под наблюдением Это я про Киров говорю Да, если говорить о России То, наверное, сотни Даже там, может быть, тысячи уже Вот такая история И с пятницы прошлой недели, с четверга с пятницы Мы видим сообщения от разных структур Общественных, деловых, там, я не знаю, объединений Которые предсказывают возможные последствия всего, что происходит сейчас Ну, во-первых, это карантин Во-вторых, это история с закрытием абсолютно всех Ну, таких мест массового скопления людей Насколько я понимаю, сейчас уже не рекомендовано работать кинотеатром То есть вся развлекательная сфера фактически ушла в осаду Пока еще работают магазины Но народу в них заметно меньше, как говорят наши люди То есть люди, жители Кирова стараются не ходить Плюсом падающая нефть и падающий рубль и растущий доллар Это все заставляет людей в некотором смысле приберечь свои денежки Отложить какие-то крупные покупки Что тоже не на пользу экономике и там малому и среднему бизнесу Можем ли мы, Николай, предположить Что будет происходить в ближайшие 3-4 месяца? Ну, вот так, если разобьем по сферам По сферам, давай начнем вот с чего, во-первых Когда ты говоришь, что одно из следствий Карантин, по идее, должен быть Должен быть и должен соблюдаться Я просто вспоминаю опыт Китая Где уже открывают школы первые Где уже победили Там ведь они пошли очень простым путем Есть статистика, это вещь такая Многие ее не любят, но она есть То есть, когда развивается эпидемия Развивается она, как мы уже говорили сейчас до эфира По экспоненциальной кривой такой Когда X равно там, E в степени Y Да, очень быстро И принцип простой Каждый человек в среднем, да, при любой эпидемии Пока она развивается Успевает заразить троих В среднем Да? Соответственно, для того, чтобы он не успел Заразить троих Его число контактов Так называемых социальных контактов Нужно уменьшить в четыре раза Тогда он заразит меньше одного человека Раз каждый заболевший заражает меньше одного человека То эпидемия идет на спад Потому что каждый последующий тоже меньше заражает Да, вот Это то, что сделали Китайцы Китайцы, да Они просто всех закрыли Всех изолировали Снизили как раз вот в эти самые четыре раза число контактов Без них невозможно Человек все равно вступает в определенные контакты Но они должны быть сокращены И дело в том, что Китай общество очень дисциплинированное Воспитанное, так сказать, годами Там все-таки не забывайте, что Китай единственная страна Которая бесперерывно существует Уже там тысяч семь лет, наверное, да Не меняя там Ни названия Ни своей истории Ни фальсифицируя Ничего Она вот там была Так и есть Это очень дисциплинированное общество Они это прекрасно поняли И, соответственно, мы Да Находясь в той ситуации Когда ты говоришь, что рост у нас идет Должны сделать то же самое Каждый просто сделает должен То же самое Вне зависимости от того Занимаешься ты бизнесом Либо ты там сидишь дома с ребенком Должен сократить число своих контактов В четыре раза И у нас все получится Говоря вот об этом У нас-то все получится Что с бизнесом-то будет, Николай? Вот, теперь давай поговорим о бизнесе Во-первых Меня всякий раз удивляют вот такие вещи Да, вот смотри Бизнес — это дело, которым человек занимается На свой страх и риск Не правда ли? И? Не правда ли? Человек, который, призывая, идет служить в армию Он не должен возмущаться тем, что его послали на войну Потому что он пошел в армию Зная, что его могут послать на войну Это его риск Так, а человек, который занимается бизнесом Человек, который занимается бизнесом Должен быть готов к изменению ситуации Благо, извини Вот сколько у нас там 30 лет нашей Новой России, да? 30 лет Новой России Начиная с 90-х годов Форс-мажоры были постоянные Те, либо другие По большому счету Люди, которые имеют опыт работы уже в бизнесе Даже в небольшом Они уже всегда готовы к тому Что форс-мажор будет Тот ли иной Мы в условиях санкций живем с 2014 года Да? Мы там скажем, условно говоря То, что касается там падения курса рубля Изменения курса рубля Это у нас происходит Я вообще не знаю Довольно-таки регулярно Довольно-таки регулярно Я, честно говоря, не уверена Я, честно говоря, готова сбиться со счета То, что касается коронавируса Давай выделим в отдельную историю Я только сказал, что это наша социальная задача Не допустить распространение академии Потому что если она распространится Тогда уже будет поздно пить боржоми Ну тогда уже никому не понадобится Ни малый, ни средний бизнес Поэтому те убытки, которые несет коронавирус Это самый настоящий форс-мажор То есть это вещь, которая наступила Вне зависимости от чьей-либо воли То есть мы должны это понять Да, мы должны понести эти убытки Если мы занимаемся бизнесом А как ты еще это хотела видеть? То, что касается изменения по годинам Вопрос-то не в убытках, Николай Вопрос в том, что люди могут вообще выйти из этой сферы Могут За последние годы Как минимум в нескольких сферах Бизнес в России просто прекратился Из-за падения платежеспособного спроса Вспомни прекрасные, когда у нас везде были салоны по торговле DVD и CD дисками Где они сейчас все? Ну это просто технологии ушли вперед Нет, технологии никуда не ушли Они продаются за пределами России По-прежнему в таких же магазинах Серьезно? Да, еще и винил продается И все выпускают свои релизы там на DVD, на CD А у нас это просто пиратство победило, понимаешь? А, все понятно У нас из сети все качают У нас все качают из сети И нарезают себе диски на компьютере Все правильно, даже диски уже не нарезают Все охранят на этом То есть этот бизнес исчез именно в связи с тем, что упал противоспособный спрос населения Давай поговорим про средства массовой информации Про бумагу, да? Которая на наших глазах точно так же исчезает Потому что изменились обстоятельства Мы про газеты говорим, печатные сейчас Ну про бумажные, да Про бумажные средства массовой информации, да Они так же точно исчезают Не по причине того, что они не нужны А по причине, что за них не хотят платить Нечем за них платить Соответственно, мы выходим там за пределы России Приходим в ту же Японию Где на каждого человека приходится газет больше, чем приходилось в СССР раньше Это сейчас в одной из самых развитых стран Потому что там есть люди, которые готовы платить за информацию А, и они все еще в бумажном виде Они по-прежнему выпускают бумагу Несмотря на то, что это Япония Каждая небольшая община в Германии выпускает свою газету На бумаге, понимаешь? Но там есть люди, которые за это платят А у нас люди деньги распределяют сейчас немножко в другую сторону И что теперь? Рано или поздно какие-то бизнесы пропадают Просто мы Об этих вот двух, которых я тебе назвал Ты даже не думал Да, Николай, но здесь это будет массовая история Это будет касаться Почему ты решила, что это будет массовая история? Ну, как минимум Давайте подумаем Рекламный рынок Нет? Ну, то есть, вот СМИ, пожалуйста Туристические компании Туристические компании, понимаешь? Туристические компании уже пережили кризис Они уже знают, как это на них сказывается По большому счету Да сейчас им просто возить некуда Подожди, подожди Давай разделим эти вещи Коронавирус это коронавирус Я уже сказал Это та вещь, которую все должны пережить Как беременность Никуда ты от него не денешься Это коронавирус Если ты хочешь продолжать свой бизнес Займись сейчас чем-то другим Закрой свою лавку на клюшку Что делать, ты понимаешь? Это неизбежность То, что касается колебаний курса рубля То здесь уже, по идее, опыт работы должен быть Потому что рубль колеблется не первый раз Ну, с рублем, если бы не коронавирус Может быть, и победили бы Что называется Вот, я еще раз говорю Сейчас наступают те риски Которым, по идее, человек должен быть готов Тем более, они уже наступают Первый раз в наших глазах Поэтому тут ничего не сделать Ну, хорошо Понимаешь, ты говоришь там Что этот бизнес не исчезнет туристически Просто если контора Которая сейчас не переживет этот кризис Закроется, ликвидируется На ее место придут другие Да, буквально через 4 месяца На ее место придут другие Которые благополучно отпережили Подушки надо создавать На случай вот таких казусов У нас страна очень неровная И подушечки надо сюда создавать Надо сюда соломку-то постелать А падать придется всем И еще раз говорю Это риски бизнесмена Что касается Понимаешь, возникла вот какая проблема Это связано с общественными организациями Я вот совершенно об этом никогда не думал Класса, это очень такая вселенская Это касается общественных организаций Которые получают гранты Организации получают президентский грант Она должна его реализовать Там есть строгий план график Ну конечно, и отчетность Да, и там во всех почти грантах Есть массовые мероприятия Потому что массовые мероприятия А ну правильно Чем больше людей ты привлечешь к проекту Тем с большей вероятностью проект победит Из тех, кто пишет гранты Потому что, во-первых, это сразу увеличивает число Как бы польза приобретателей Выгода приобретателей А во-вторых, массовые мероприятия Это как бы такая вещь Ну, которая, собственно, позволяет Человеку, получившему грант Еще немножко поверх всего себе заработать Потому что там очень такая хитрая отчетность По массовым мероприятиям Трудно уследить И вот получается то, что сейчас идет Сейчас запрет на массовые мероприятия Запрет на массовые мероприятия Гранты уже написаны Деньги уже выданы Выданы И за них надо отчитаться И за них надо отчитываться Отчетность очень строгая Штрафные санкции предусмотрены За неисполнение в срок А вы думаете, не пересмотрят все эти условия? Ты знаешь, это очень сложно Когда такая масса этих грантов Число необычайно большое Это представьте два грантовых конкурса прошлого года Которая еще сейчас реализуется И практически все они имеют в своем составе Массовые мероприятия Разного масштаба И вот это все пересмотреть Это все передумать А сейчас еще идет Не-не-не, я имею в виду другое Я имею в виду отчетность Может быть сроки сдвинут Непосредственно организаторы конкурса Сроки сдвинут куда? Можно вопрос? Ну удлинят Удлинят на сколько? Удлинят, не знаю пока Вот здесь вот как раз Ситуация неопределенности Которая на самом деле Сейчас она поставила в тупик И как людей, которые эти гранты дают Так людей, которые их получили Потому что это очень нервное состояние Когда ты не знаешь, что с тобой будет За то, что ты не выполнил условия гранта Понятно В этой ситуации, конечно, мне кажется Должны все-таки организаторы конкурсов Всевозможных как-то пойти Участникам навстречу Ну или как минимум Может быть успокоить их Сказав, что ребята Мы будем, может быть, пересматривать правила игры Николай Голиков в нашей студии Главный редактор журнала Товар, деньги, товар Мы сейчас прервемся на 20 секунд После этого вернемся И все-таки подумаем о том Что еще могут сделать власти Там страны, да Или какие-то организации Для того, чтобы поддержать бизнес Это особое мнение Николая Голикова Нашего коллеги Главного редактора журнала Товар, деньги, товар Мы продолжаем говорить О последствиях От развития коронавируса Распространения коронавируса Для российской и нашей кировской В том числе экономики Ну вот смотрите Одно дело То, о чем мы говорили с вами До перерыва Это просто предупредить И успокоить людей Что, ребят, мы можем сдвинуть сроки Ребят, может быть, вы Соберете меньше людей Или не проведете это мероприятие И мы закроем на это глаза Другое дело С действующим бизнесом Все-таки Который платит налоги Раз В котором есть Пусть и небольшое Но количество все-таки Работающих людей Которые получают зарплату И должны ее продолжать получать Торгово-промышленная палата В пятницу Предупредила о риске Раззорения Трех миллионов предпринимателей Из-за вируса По расчетам Если вот эта вся ситуация Продлится там Да, три-четыре месяца Ну, то практически Практически Каждое третье предприятие Малого бизнеса Будет вынуждено Как бы закрыться Да А если закроется То уже, скорее всего Не сможет открыться И есть меры Которые анонсирует Правительство России Они касаются Там Разных направлений И налоговых И неналоговых И того Что у нас с конкурсами Было связано И с госзакупками И с допуском Там на рынок российских Например Иностранных лекарств И пошлины И системы Платон И много чего еще Вот вся эта история Которая обещана Эта история Она про то Чтобы людей успокоить Все-таки Или какие-то Реальные шаги Будут предприниматься И в каком направлении Вот смотри Давай посмотрим На наших любимых Друзей-врагов И Соединенных Штатов Америки Да Там решение Приняли простое Чтобы бизнес Американский В случае По случаю Эпидемии Не затих Они поняли Что надо повысить Платежеспособный Спрос Населения Чтобы все Все-таки Могли тратить Деньги Да Чтобы люди Могли тратить Деньги Сколько они там Триллионов Выделили людям По 1300 долларов На душ По-моему Ой Там какая-то Безумная цифра Безумная цифра То есть Они просто Вкидывают на потребительский Рынок Деньги Потребительский рынок Не умирает И бизнес живет Потому что потребитель Никуда у нас Не делся У нас Насколько я помню Слова Анны Биулиной Это призвано Нецелесообразным Вместо этого Мы видим Вот этот вот список Который ты сейчас Зачитала И который Ты как раз говорила О наших местных Каких-то Операторах туристических Которые терпят убытки Кими-то театрах местных Вот я не нашел В этом списке Ничего Чтобы им помогло Да Я тоже не нашла Поэтому речь идет о том Возможно речь идет о том Что местные власти Должны как-то помощь оказать Да А теперь давай посмотрим На наши местные власти Регионы Да То есть мало того Что наш президент В январе объявил Что регионы должны взять На себя дополнительные Обязательства По социальным Всевозможным там Выплатам и льготам Для населения Это мы про обеды Сейчас детские Говорим в том числе В том числе Про детские обеды Потому что сумма Вырисовывается на каждый регион Немаленькая Кроме этого Значит соответственно Бюджеты должны быть Пересмотрены Что-то должно быть Секвестрировано Да соответственно Что-то уже денег Не дополучит И в этих условиях Региональный бюджет Какой-то 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 помощи Бизнесу своему Оказать реальной Просто она просто не может То есть максимум На что может рассчитывать бизнес Это на снижение Налоговой нагрузки Какой-то Может быть На какие-то отсрочки Налоговых платежей Понимаешь Вот на какие-то Такого-то рода вещи Но дело в том Что получится так Вот этот период отработал Налоги не платят А потом заплати В два раза Потому что тебе их не аннулировать И платить их нужно будет А после вот такой Ситуации Рынок восстановится Не сразу Мы все это понимаем Прекрасно Что будет нужно Еще определенное время Чтобы потребитель К тебе вернулся После вот этой паузы большой Соответственно Платить будет нечем То есть это по большому счету Ну кого-то Это может быть и спасет Но если мы А для кого-то Это удавкой будет А если мы говорим Действительно Вот о том бизнесе На который мы все время Пытаемся поставить Цент на малый На микробизнес То для них Эта мера Совершенно поддержки Ничего не даст Вот поэтому Я вот не очень Не то чтобы Не верю То что То что объявлено Будет сделано Но кого это спасет Вот глядя вокруг Я не очень понимаю Но крупный бизнес спасет Да Возможно крупный бизнес Он удержится Государству выгодно Сохранить крупных Налогоплательщиков Как бы предотвратить Свой собственно Налоговый крах Да А вот вся эта вот Мелочь Собственно говоря Малыши так называемые Малыши как их сейчас называют Да мне кажется Их заботят не очень сильно Потому что вот как раз Вот американское решение Когда бросить деньги На потребительский рынок Это как раз спасет малышей Потому что малыши Это поддержка Это поддержка Да Непосредственно бизнеса Работающего с людьми Да с людьми И самих людей Которые работают В этом бизнесе То есть они даже Если там будет снижена Заработная плата Или что-то Они определенную Я понимаю По американским меркам Не очень крупную Но компенсацию получат Да И плюс те потребители Которые может быть Планировали ограничить Себя в потреблении Вдруг получают Какой-то доп. Денежки И вполне могут Свои покупки Осуществить Вот это мне кажется Путь рациональный Но похоже Так как у нас И федеральный бюджет В связи вот уже с другим Уже не с коронавирусом А в связи вот с С нефтью С нефтяной историей Причем Это вот видишь Если коронавирус Это на самом деле То в чем никто не виноват Это бедствие Да Которое людям Всей земли приходится переживать То история с нефтью Это извини Это уже спровоцированная Людьми история А вот кстати С историей с нефтью Да Я вчера между прочим Смотрела аналитические программы На нескольких федеральных каналах Ну понятно да В каком ключе Это подается тема Вот А вот по ощущениям моим Все таки ведь наверное Должны идти сейчас Какие-то переговоры К тому чтобы отыграть Это решение О неподписании И непродлении Да Соглашения Ну понимаешь Учитывая то что происходит Говорят просто в нефтянке Эксперты говорят Что никто не ожидал Такого падения безумного Безусловно Больше чем в два раза Потому что понимаешь Для нефтянки Вот это вот падение цен на нефть Оно куда страшнее коронавируса Сама понимаешь Да Потому что Отыграть мгновенно Это невозможно Даже если пойдет дело на Обратный какой-то процесс пойдет Переговорный Да Переговорный процесс пойдет Это конечно даст Некоторую динамику положительную Но обратно Вот на тот уровень На который все планируют Это не выйдет Во-вторых Вот судя по тому что Я опять же читал А собственно говоря Никто сильно в этом сейчас Не заинтересован В том числе Вести переговоры Ага Потому что все уже Заняли определенные позиции Все нашли свои плюсы В этой истории Я не имею ввиду Россию Я пока не нашел в России плюсов Вот Я имею ввиду американцев С исландцевой нефтью Я имею ввиду там Саудовскую Аравию Саудитов С их историей С их себестоимостью нефти И так далее То есть это те стороны Которые уже нашли Свой выход из ситуации И в принципе Их она вполне устраивает Мало того Они еще собираются По моему даже еще Немножко это Поиграть В сторону уменьшения цены Поэтому здесь Вот Я пока не знаю Я пока не знаю Не могу сказать У меня мало веры в то Что это каким-то образом В ближайшее время изменится Скорее всего Где-то на уровне 30 долларов За баррель То есть нам надо готовиться К тому что рубль Не будет стоить 60 Точнее доллар Не будет стоить 60 рублей Доллар не будет стоить 60 Но может быть до 70 Он обратно отползет Такой реально Да вот такой на 70 рублей На какое-то время А там будет видно Но я к тому говорю Что вот эта часть Вот эта часть Которая связана С изменением курса рубля Это вообще-то ответственность Правительств То есть доллара соответственно И здесь Вот по идее Наше государство Какие-то меры Протекционистские К своему бизнесу Должно бы применять Потому что В принципе Это его недоработка Если коронавирус Это на нас Ну условно говоря Свалилось сверху Боженька послал То здесь это то Что сделано их руками Handmade disaster Это уготворное несчастье Соответственно Здесь по идее У государства должно быть Обязательство Это все как-то компенсировать Но я А зачем Нам же объясняли В свое время Что дешевые рубли Это хорошо Мы больше долларов получим Ну да А потом Когда рубль Снимается крепким Нам говорят Как хорошо Что рубль у нас снова крепкий Нам дешевле Обойдется то Другое или третье Вот поэтому Здесь ситуация сложная Я полагаю Мое мнение Что конечно То что связано С обвалом рубля Это конечно Зона ответственности Нашего государства И оно должно Какие-то меры По отношению По этому случаю Применять Но пока я только Меры центробанка Видела По вбросу валюты На рынок И то Довольно умеренно Не сказалось Особо Хотя возможно Обвал был бы сильнее Речь идет о том Что да Где-то поддержать На уровне 70 рублей За доллар Чтобы не было Более сильного обвала Но мы тратим В этот момент Резервы свои Золотовалютные Которые мы копили Мы в любом случае Которые нам Может понадобятся На время Пока Непонятно Что с коронавирусом Да Ну с коронавирусом Я все-таки думаю Что эта история Ну это С одной стороны правильно Что она поднята Такой уровень Что объявлена Вот эта Пандемия Да Потому что Как бы Это вещь серьезная Но мне кажется Это все-таки История нескольких месяцев Нескольких месяцев Потому что И у нас в стране Уже Опять же В той же Америке Уже разработаны Вакцины соответствующие Против этого конкретного Сейчас они тут Проходятся испытания Сейчас проводятся испытания И как бы К осени Вакцина эта появится И вот Дело в том Что вот эти Группа коронавирусов Она ведь нам хорошо знакома Да Все говорят Что это просто подтип Да Это просто один из подтипов С которым мы были незнакомы Там где-то он Там у летучей мыши Там затерялся Да Воспринял все эти Средства защиты От нашего иммунитета И полез на нас Вот Я думаю Что эта история Несколько месяцев И в дальнейшем Все-таки Вернется все на свои места И грипп как таковой И снова станет страшнее Любого коронавируса Понятно В случае Если мы Будем предполагать Не возвращение рубля На прежние позиции Не договоренности По поводу нефти Да И ну примерно Вот ситуация Как сейчас Там нефть по 20 С небольшим долларов За баррель Что нас Категорически не устраивает Насколько я помню Наш бюджет Сверстан По-моему Там 40 с чем-то Да Рублей За бочечку Вот за эту Долларов За бочку Да Совершенно верно Вот Возможно 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 ли Предполагать Какое-то Народное Недовольство Проявляющееся Я не знаю Там в чем В каких-то Результатах Выборных Компаний Вне голосования За конституцию Еще что-то Ой У человека Ну это не везде Так Не везде Запасы сделали Да Запасы сделали Вот я даже Знаешь Скажу тебе Что не только Люди подвержены Агитации А вполне себе Сознательные люди И на всякий случай Запасы сделали Но это логично На самом деле Купить гречку Дешевле А не покупать Ее дороже Когда будет Ажиотаж Понимаешь Вот если вспоминать 12-й год Кто-то боится Потери работы Просто купил продукты Кризис 8-го года Кризис 8-го года Если вспоминать Никакого народного Недовольства Он по большому счету Не вызвал Понятно То есть у нас точно так же Люди Они когда вот понимают Что что-то пойдет не так Они первым делом Думают о своем выживании О себе О своих близких Так что мы должны сделать Чтобы обеспечить Свою личную Персональную безопасность То есть у нас Холодильник с телевизором Не связан до сих пор Сознание людей Телевизор подает сигналы Когда надо заполнять холодильник Когда президент выступает И говорит Что я не вижу повода для паники Понятно Что все немедленно Ломанутся в магазин И начнут скупать все что есть Это вот кажется Тот сигнал Который люди ловят Я вспоминаю Кризис 8-го года Тогда выходили обычно Под камеры Какие-то министры И специалисты В области финансов И говорили Рубль укрепляется И больше он падать не будет И как только они это говорили Рубль тут же падал Потому что все бежали Покупать валюту Все правильно И точно так же Когда Борис Николаевич Помнишь, что сказал Что я голову на рельсы положу И вот естественно Все уже к этому привыкли Вот так что То есть потрясений в политике Мы не увидим Потрясений в политике Мы не увидим Более того Эта отрасль сейчас ушла на Вот смотри Даже вот вроде бы такое дело Да Но вот у нас Ну как некоторые депутаты говорят Происходит Сейчас государственный переворот Есть такая терминология Это про переписывание Конституции И я так понимаю Поправку Валентины Терешковой Да, да, да Практически происходит Государственный переворот Вот выйди на улицу Какой переворот государственный Что там Кому до этого дела есть Есть вопрос только о здоровье Потому что коронавирус Есть вопрос о самообеспечении Потому что скоро все станет дороже Потому что все к нам везут оттуда Вот эти вопросы людей волнуют А кто всем этим руководит Мне кажется им все равно Николай Голиков В нашей студии Главный редактор журнала Товар, деньги, товар Мы сейчас прервемся на полторы минуты После этого вернемся С другими темами Еще немножко поговорим Про главу администрации города Особое мнение На 101FM Николай Голиков В нашей студии Это его особое мнение Сегодня мы слушаем И мы продолжаем На этой неделе Ладно, все Отвлечемся от коронавируса Давайте все-таки Немножечко о местной нашей политике поговорим На этой неделе На этой неделе Будет заседание Кировской городской думы Это будет в среду 25 числа И насколько я понимаю На этом заседании Исполняющий обязанности Замглавы администрации Дмитрий Осипов Которого называли Одним из фаворитов Или одним фаворитом На должность Непосредственно Главы администрации Должен избавиться От приставки ИО Кроме того На этом же заседании Насколько я понимаю Депутаты должны утвердить Новую дату конкурса На должность Главы администрации Скорее всего Это будет 27 апреля И все это связано Собственно говоря С тем Что не состоялось Не состоялось Конкурс признан Несостоявшимся Конкурс проигнорировали Сорвали Я сейчас пытаюсь Просто вспомнить Терминологию коллег Там разные люди Говорили по-разному Некоторые говорили Что кто-то кому-то Плюнул в лицо Там много было Таких достаточно выражений Конкурс признан Несостоявшимся Это нормальная Вполне такая тема Участники конкурса пришли А жюри не пришло А жюри наполовину Не пришло Причем половина Не пришла От администрации Нашей любимой От губернатора И здесь как бы дело Все-таки я думаю А не в конкурсе Как таковом А в персонале А дело вообще Нет В уникальной Такой вещи Смотри Вот у нас Всегда вопросы Закулисным образом Решались так Что на поверхность Это не выходило Конечно Да То есть шли какие-то Переговоры Какая-то частная договоренность Все это утрясалось После этого Все Благополучно проходили Необходимые конкурсы Необходимые утверждения Все Здесь Вот насколько я помню Городскую нашу историю Первый раз Мы столкнулись с тем Я никогда такого не видел Да Я тоже не видел Хотя я при администрации города Начал работу Свою вообще Трудовую деятельность Такую в 91 году Как раз вот прямо В администрации города В городской газете Да и тогда был очень сложный парламент 50 на 50 Тогда еще были демократы И коммунисты И там был Николай Михайлович Липатников Во главе всего этого Огромного там Депутатов было Что-то не помню Чуть и не сто их там было А если не больше Вот В общем было представительное собрание Все было очень сложно Там проходили определенные споры Но в итоге То есть Вот эта закулисная часть Она проходила И споры, споры, споры Решение принималось И по большому счету Решение принимались те Которые Ну как бы Устраивали всех Ну предполагались заранее Скажем так Ничего такого не ожиданного Были предсказуемы И то что здесь Получается Вот то что вот происходит И начиная с того Что сначала губернатор Вообще не назначил Да помнишь Членов комиссии Да 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 Забыл назначить На этот раз Все члены комиссии Забыли прийти Это говорит о том Что вот этот переговорный процесс Он в такой зашел тупик Что уже скрыть этот тупик У нас тоже свои башни Как в Кремле Так вот в том то и дело Понимаешь Для того чтобы Это наконец таки Выплюзло снаружи Это не принято так делать Не принято это белье Показывать на люди Что же такое там случилось И почему вдруг Не могут договориться Две понятные стороны То есть ясно Что от имени правительства У нас действует Председатель правительства Александр Чурин Александр Анатолий Чурин Который безусловно В рамках совершенно Президентских намеков На то что муниципальную власть Давно пора встроить В систему государственной власти Ну в общем то Хочет это сделать То есть он хочет Видеть на должности Главы администрации Человека Ну как минимум Договороспособного С собой С собой Безусловно Потому что это облегчает Работу и для администрации Области И для администрации города Это человек Дмитрий Осипов Ну надо понимать так Так На лбу у него не написано Конечно Все понимаем что это так С другой стороны Есть некая городская дума Да Которая становится Таким вот камнем преткновения Потому что Городская дума Явно не хочет Чтобы городом Руководил представитель Вот именно этот Вы думаете Городская дума Не хочет Безусловно Потому что Если бы Городская дума Хотела То конкурс был бы Признан состоявшимся И вот в эту среду Да В эту среду Бо уже Победитель конкурса Был бы определен на этой думе А как может конкурс Быть признан состоявшимся Если 60% не пришли Вопрос в чем Что опасения Вот как наши гости В эфире говорили Опасения Это возникает то Что конкурс Прошел бы Предложили бы Две кандидатуры Скажем Осипова И кто там еще был Неважно Был Вячеслав Симаков И был Альберт Бекалюк Который хуже справился С тестированием На знания Не будем об этом говорить Неважно кто Два должны быть Человека представлены И из них депутаты Должны выбрать И представь что представили бы Осипов Представили бы Ну скажем Того же Бекалюка Или там Симакова И депутаты выбрали бы Симакова Понимаешь Вот в чем было опасение Только поэтому И конкурс Презон несостоявшимся Вот оно как Потому что нет договоренности У областной администрации С городской думой В полном ее составе Ну там в большинстве Слушайте Ну там же в подавляющем Большинстве Единой России Единая Россия Дисциплинированная Нет Погоди Единая Россия Структура Нет Я ошибаюсь Непонятно Ярлык навешиваешь Да нет такого понятия Единой России Есть везде люди Представляющие чьи-то интересы Понимаешь Это вот Единая Россия Это такая вывеска Она тоже очень разнообразная В Единой России Тоже есть свои Скелеты в своих шкафах В данном случае Я полагаю Что так как Большинство в городской думе Депутатов контролируется Скажем такое слово Может быть жесткое Контролируется Со стороны Валерия Васильевича Капаснова Одного из депутатов Кстати городской думы Который между прочим Ушел из областного Заксобрания В городскую думу Понимаешь То есть когда Я еще писал об этом В 16-м году Когда только нам Назначили Васильева Я написал что Из АЗС АЗС уже перестала быть Местом для дискуссии Местом для Инструмента влияния Инструмента влияния На губернатора Потому что губернатора Послали федерального Сильного И АЗС будет Вот Полностью его И остается единственная точка Где можно Создать место Для какой-то торговли Условно говоря Да С администрацией Это администрация города Кирова И что вся битва Будет вокруг нее Я это писал в 16-м году Потому что Киров Это муниципальное образование Это столица Это столица Это довольно-таки Обеспеченный бюджетный город То есть это крепкая Такая оборонительная плоскость Которую стоит занять Для того чтобы Можно было вести Какую-то торговлю С администрацией области Мы это пронаблюдали Городская дума Находится под контролем Скажем Вот этой вот Как нас называют Элитной группировки Связанной с именем Валерия Васильевича Капаснова И председатель городской думы Тоже непосредственно связан Тем более такая Очаровательная, красивая, умная женщина Как Про Елену Васильевну Елену Васильевну Ковалеву Ковалеву Соответственно Мы получаем то Что Александр Анатолевич Чурин Не может договориться С Валерием Васильевичем Капасновым И все? И причем Они не могут договориться По чему-то такому важному Представь себе Что это должно быть Чтобы из-за этого Допустить вот такие Публичные вещи Такие публичные казусы Подождите Николай А вот Мнение было Что договориться между собой Не могут Не Александр Анатолевич Чурин И Валерий Васильевич Капаснов Александр Анатолевич Чурин И Андрей Геннадьевич Плитко Вице-губернатор Который курирует Вопросы внутренней политики Может быть Есть Может быть версия такая Но я не очень понимаю Как губернатор Курирующий вопрос Внутренней политики Может Вице-губернатор Да? Может курировать Депутатов городской Кировской думы Понимаешь? Нет, он депутатов городской думы не может курировать, он может курировать членов комиссии, губернаторскую часть, которые не пришли. Они не пришли, я тебе объясняю, почему они не пришли, потому что не было уверенности, что дума проголосует за предложенного, а дума контролируется, извините, Андреем Плитко. Так, в таком случае я не понимаю, почему нельзя было обставить вот всю эту историю более красиво. Так, видимо, понимаешь, видимо, предмет... То есть можно было договориться, наверное, и найти уважительную причину. Всегда, нет, всегда договаривались, миллион лет шли разные вещи, здесь что-то крупное. Я начал думать, что может быть такого в нашем городе, из-за чего может быть вот такая вот жуткая торговля, которая ни к чему не приводит. Еще и в паблик выходит. Выходит в паблик, что вообще недопустимо. И вот у меня есть, ну это мои предположения такие. Ну это особое мнение мы можем предполагать, конечно. То есть вот подумай, что можно в городе такое делить. Должен прийти в город человек, который должен принять определенные решения, и какой-то актив должен отойти либо к одной, либо к другой стороне. Ну я не знаю, я из последнего могу предположить только деньги на БКД. Это миллиард, из миллиарда можно съесть миллионов двести. Это можно было бы договориться, разделить пополам, и все были довольны. Так, но это мы предполагаем, это мы предполагаем, мы не утверждаем ничего. Я тоже думал о том миллиарде дорожном, это каждый год проходило, и даже при Шульгине, и все были довольны, все были счастливы. Кстати, Шульгин, по моей версии, тоже креатура Валерия Васильевича. Ну это я в другой раз расскажу. А здесь что-то куда-то более серьезное, я знаю, про что вспомнил. Что у нас Шульгин забыл, он много чего не доделал, а что он забыл доделать, самое главное. Я вспомнил историю с Водоканалом. Водоканал-то сейчас МУК. Да, а, муниципальные предприятия. Муниципальные предприятия по планам, оно должно приватизироваться в форме акционирования и кому-то отойти, а это уже тебе небезопасные дороги, это офигенный оборот гарантированный. Ага, то есть это предмет торга? Я думаю, да, ну потому что из того, что есть вообще у города такого, да, из хороших активов, это центральный рынок и, собственно, Водоканал. Центральный рынок, это вещь очень неустойчивая, мы сегодня говорили про первую же эпидемию, которая может, собственно, его закрыть, там, скажем, условно говоря, или там закон какой-нибудь примут, еще что-нибудь. А есть Водоканал, это гарантированные деньги, ежегодные, огромные деньги, которые поступают от населения, от потребителей, скажем так. От населения, вне зависимости от качества окаженных услуг, там, если знать вот эту арифметику тарифную, то даже вот там с учетом неплатежей каких-то или что-то еще, это все изначально заложено, там, уровень собираемости, там, 80% нормальной, они с прибыли живут, вот. Я думаю, что вот господин Шульгин... Это предмет преткновения? Я думаю, что господин Шульгин не успел довести это дело до конца по поводу Водоканала, то есть то, что он должен был сделать, и сейчас вот тот человек, который придет на его место, он должен будет это сделать. Поэтому это очень важная фигура. Это что? Что он должен будет делать? Это то есть заняться акционированием, правильным акционированием Водоканала. Чтобы правильные акционеры у него появились потом? Да, безусловно, его сначала просто тихонько реорганизуют в АО, а потом это АО будет продавать свои акции, чтобы они попали в правильные руки. В нужные руки? В нужные руки. Потому что изначально, как я понял, это планировалось как раз вот под ту группу людей, которые в Гордуме, собственно, и находятся. А сейчас, видимо, позиция области по этому поводу изменилась, и вот пошла вот такая торговля. Это вот чисто мои догадки, потому что я, честно говоря... Это предположение Николая Голикова. Даже не просто предположение, а такие очень, знаешь, сомнительные предположения, потому что я вообще не могу найти какой-то другой причины, почему вот эта должность главы администрации города стала таким камнем преткновения. И настолько важный стал. Да, настолько важный стал. То есть этот человек, ну, по большому счету, там у нас их сколько уже было за последние годы? Ой, у нас их было очень много, они меняются часто. Они меняются часто, и как бы, вот знаешь, вот, и мало кто из них, вот я не буду там совсем ковырять старые времена, мало кто из них, собственно, занимался тем, чему должен заниматься на своем посту, то есть приводить город в порядок. Условно говоря, да? И они все время занимались чем-то вот таким... А на это, по-моему, рукой махнули. И сейчас что-то вот такое же. Вот. Слушайте, а у меня к вам тогда вот такой вопрос. У нас остается буквально две минуты, и я все-таки спрошу. Юрий Шлеминзон, депутат Кировской городской думы, на прошлой неделе был в этой студии и предположил следующее. По его мнению, может оказаться так, что конкурс-то и не состоится. А мы, собственно, до следующего созыва городской думы будем жить с исполняющим обязанности главы администрации, которого нам назначат из числа заместителей. И это не обязательно Геннадий Иванович Плехов, который сейчас занимает эту должность. Я понимаю, не быть чем-то катанем, но все равно это решение принимает и Дума. Это решение принимает Дума, и все равно эта торговля должна к чему-то привести. А она приведет к чему-то? Будет договоренность? Я не могу сказать. Мы же не знаем, за чего они торгуются, в конце концов. Мы тут с тобой просто, знаешь, строим такие замки и лепестки. Мы предполагаем, да, строим предположения. Дело в том, что если до сентября, как я понял, по уставу города не будет избрана новая глава администрации, то дальше Дума уже будет просто неправомоченно назначать кого-либо на должность, потому что у нее истекает срок полномочий. И тот человек, который будет назначен ИО, он в ранге ИО будет уже до конца. Работать дальше. То есть даже поменять его нельзя будет? Почему? ИО на ИО. ИО на ИО-то, наверное, все-таки можно. А вот нового-то избирать постоянно действующий она не может. Не получится. Такое предположение. Так что все равно, понимаешь, тут все равно с Думой договариваться надо. Ладно, я думаю, что 25-го числа мы увидим что-то, что нам хотя бы даст почву для размышлений. И дальше у меня к вам, Николай, еще один вопрос. Остается минута. Буквально ваш прогноз на 22 апреля. Отменят, не отменят? Так уже, насколько я знаю, отменили. Это ведомости написали, что собираются переносить на июль. А Клишас вот опровергает, говорит, что нет, 22-го. Понимаешь, я думаю, все-таки, так как мы видим сейчас, как развивается ситуация с тем же коронавирусом, и что ужесточение мер карантинных неминуемо должно происходить, потому что раз идет экспонент, то ее надо как-то гасить, сокращать число вот этих самых социальных контактов, с чего мы начали нашу беседу. Соответственно, выйти из этого штопора до 22-го апреля, мне кажется, уже просто не успеют. А создавать еще один очаг, после которого это просто может выйти из-под контроля полностью, когда вот эти массы людей начнут общаться плотно, ну, пришли на выборы, давай пообнимаемся, пообщаемся, поболтаем. Одну ручку подержим, да? Это одну ручку, да, там сама понимаешь, да, там потолкаемся, почихаем, там одного достаточно, чтобы он чихнул, и вот сразу 40 избирателей потом пойдут под подозрения. Я думаю, что если вот ближайшие буквально дни у нас эпидемия не кончится, вот значит возьмет и кончится. Внезапно. Внезапно, да, то срок, конечно, голосования должен быть переноситься, иначе это будет, знаешь, что они, это будет массовое убийство, иначе. Ого. А вот так. Ладно, вот на этом мы поставим точку в сегодняшнем нашем особом мнении. Николай Голикова, главного редактора журнала «Товар. Деньги. Товар» я благодарю. Следим за тем, что будет с датой 22 апреля, следим за тем, что нам скажет Городская дума на ближайшем заседании. Николай, спасибо. Слушателям, до свидания. До свидания.